Все мне говорить? Быстро произошло, все под эмоциями, потные, грязные. Как получилось, что ничего не показали, но тем не менее, после того, как мы отыграли концерт, мы пошли и сделали себе парные татуировки с изображением писюлек друг друга. Сейчас мы возьмем интервью у первого человека, потому что он ближе всех. Иди сюда. Тяжко уже, да? Бьется. Скажи, как настроение? Я первый раз в жизни вижу Рытого, бухим в говно. Я тоже играл с ним еще в группе несколько лет назад. Тоже самое шляпу, я очень даже боюсь, боюсь даже подмышку. Да, мне тоже страшно, да. И волнуюсь. Он реально докапывается до всех. Я реально боюсь показать ему левую подмышку. Вот это первая татуха, которую мы сделали. Нет, покажи еще раз, какая нахуй, ты чего вообще, это кто? Пойдем, пойдем. Вот это салат. Да, салат, скажи нам что-нибудь. Да, сегодня было очень круто. Очень круто. Отдельный респектоз, да, ребятам из Ульяновска. Очень-очень приятно было. Сумасшедший, прямо сумасшедший гик. Нас местные байкеры напоили нас с хреновухой, с самогоном. А после еще и водкой. И это очень тяжело. И поэтому, мама, если ты смотришь это, выключи. Или хотя бы дай мне совет, как мне потрезветь. Скорее. Пошли. Влад, я сегодня слышал о вас. Наконец-то написали положительный отзыв. Да, это так. Они радуются. Сегодня ребята продали последнюю футболку своему же вокалисту. Что ты скажешь? Это все в раке. Я не покупал у них футболку. Да, я ее забрал. Так получается, что его работу оплачивает ему, видите, одежды. И так получилось, что сегодня была эта футболка. Идем дальше тогда. Пойдемте. А сейчас, ребята, я вам покажу самое интересное. А, подожди, не, 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 стой, стой. Иван, Иван, покажи нам, пожалуйста, свой портак. А я не могу показать свой портак целиком полностью, потому что... Сори, Слив, Ту, Тури, 15. 15 – это размер письки его и рытого в регированном состоянии. Продолжение следует... Так, а теперь мы покажем вам самое интересное. Вы теперь хотите увидеть, что происходит за кулисами музыкального мира. Поэтому поднимтесь за мной. Путники. Вот они. Люди спят некоторые, поэтому... А вот и главный наш гость – Сергей. Или неважный Илья. Сергей, скажи мне, как ты себя чувствуешь? Я немного устал. В целом день прошел очень даже хорошо. Но самую интересную историю вы можете услышать от нашего знаменитого Илюша. Он вам... Ты снимаешь, да? Так получилось, что наш выпуск оборвался на самом интересном. А именно интервью с Сергеем. Да, детка. Ну я, как и сказал, самую интересную историю вам может поведать наш дорогой гость Илья Рытов. Давайте поинтересуемся, что же интересного он нам может предложить сегодня. Ну а что, задавай вопросы. Расскажите. Итак, первый вопрос. Сейчас пользователь контакта. Светлана Хошимин задает вопрос. Ой, извините, пожалуйста. Зачем вы сегодня дрались со стенкой? Че? Да не дрались со стенкой, я не помню такого. Да ну, бред, какой-то не был такого, ребята. И че? Че за чушь какая-то? Да ну, не был такого, ребята. И че? Вопрос второй задает нам Николай Трубадуров. Скажите нам, пожалуйста, Илья, что вы себе позволяете? Ну, я позволяю себе, в принципе, ну, много чего. Ну, там, не знаю, ну, чеек попил, шоколадок поел, голову помыл. Ну, в принципе, я считаю, нормально, в принципе, ничего такого плохого я не делаю. Стараюсь считаться с интересами других ребят. Ну, вот, ну, салат пьяный еще там валяется где-то. Дома хозяйка Алена спрашивает, зачем вы используете мой фэри в качестве шампуня? Не, ну, фэри-то я использую, чтобы посуду помыть, чтобы хозяева не ругались. А в качестве шампуня использую, ну, ну, не знаю, да, вообще-то не использую, но если я использую, то для того, чтобы, ну, типа, голову помыть, там, чтобы чисто было. Не, ну, а че такого, я не понимаю, блин. Ребят, ну, тоже голову надо мыть, как бы, и фэри, не фэри, ну, это, знаете, уже вторая, как бы, я считаю, ну, вторая вещь. И последний вопрос задает бомж Алексей. Скажите, пожалуйста, каково это, запивать водку коньяком, а потом пивом? Да я пиво-то не люблю, на самом деле. Ну, в принципе, водка, нормальная тема, коньяк, ну, не очень, но сойдет. У меня, кстати, ром еще где-то валяется в канистре, но надо, в принципе, выпить, я считаю. Эй, Иван, че там говоришь? С вашим-то состоянием, я думаю, ром бы и не помешал. Вот, а теперь мы, первое эксклюзивное, эксклюзивнейшее интервью у хозяина квартиры. Да сюда, с ней. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Кирилл. Кирилл, что, вот Кирилл, как самое неприкосновенное лицо на этой тусовке, скажи, как тебе концерт? Как, эмоции там? Заебись. Кирилл, какого фагета, ты говоришь, классно, лучше всех, да? Особенно, когда наш басист таскал вокалиста на руках. Это какого? Вашего. Это тебя. Хай кол фагет. Я? Да. Меня таскал вообще-то басиста. А, басиста. Всех таскал. Потаскун. Потаскун. Потаскун, басист. Ну, а в целом, в целом, как тебе организация мероприятия, как тебе приглашенные звезды? Куда организация? Был людей, много, все, купилось нормально, ребята, все здорово. Ведущие мероприятия, как тебе, Илья Рытов? Илья Рытов. Самое лучшее, что могло произойти на этой организации, это автопати. Да. Илья Рытов. Илья Рытов. Любимый мужских голов. Боеголов. А закончим мы специально для вас рэпом в исполнении Сергея, потому что в предыдущий раз он не закончил. Сейчас, 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 погоди. Давай, флоу. Настройся, все хорошо. Бит, бит, бит. Нужен бит. Не, не, так, смотри. Гандончик-шапочка, в кармане бабочка. Хочешь пообщаться, блядь. Смелее лапочка, что-то многовато у вас какие-то лохматые. Шанишки-клёш у всех, ля-ля, 70-е. Круги разноцветные, ручонки нежные. Конечно же, сережки в ухе. Великолепно. Блядь, не могу дальше. Хочешь познакомиться, смелее лапочка. А, да, да. Чё-то нет, не могу. Всё, я. Это, кстати, наши ульяны суббитарные. Облиянские ульяны суббитарные жители. Дастан. Следующей приглашенной звездой вкор-клаб-туб-туб-туб-туб-тур-2016 будет Сергей. И Илья-хту-у-у-у-у-у-у-у. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну ладно, здесь мы закончили. Ну давайте тогда На этом мы завершим Сегодняшние выпуски High Call Foget TV И мы Счастливы